Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить красоту. Самую прекрасную, чудо-чудное, диво-дивное. Обожаю вышивку лентами. А нужен мне новый чехол для телефона. Для начала выберем ткань основы. Она должна быть плотной, красивой, крепкой. И еще она должна легко протыкаться толстой иглой. У меня это кусок мебельной ткани. Теперь определимся с размерами. Рекомендую измерить ваш конкретный телефон. Добавить еще пару-тройку сантиметров с краев и побольше сверху. Учтите, что вверху будет подкип на застежку. И сразу же наметим место, где будет располагаться вышивка. Водорастворимым маркером нарисуем кружочки. Именно здесь будут располагаться цветы. Атласные ленты бывают разные. У меня шириной 6 миллиметров. Иголка для вышивки нужна большая, штопольная или цыганская, с большим ушком. Кончик ленты срезаем под углом 45 градусов и вставляем его в ушко. Затем мы иголкой прокалываем этот кончик ленты и таким образом закрепляем ее на игле. Почему именно такое крепление? Это чтобы не деформировать и не повредить ленту в местах перегиба. Еще одна особенность вышивки лентами. Мы работаем двумя иглами. Одна обычная с нейтральной незаметной ниткой, другая с лентой. Как шить? Иголкой с лентой аккуратно протыкаем ткань. Работаем осторожно, вкручивающими движениями. А дальше укладываем стежок, ленточку, в нужном направлении и протыкаем ленту сверху. Получается прямой стежок. Желательно этими стежками сразу же закрепить кончик ленты, который мы оставляем на изнанке. Ведь никаких узлов мы не делаем. Здесь можно сразу же дополнительно прошивать, подцеплять ленту простой иголкой с ниткой. Так мы выкладываем первый, самый нижний ряд лепестков. Когда закончили работу, концы ленты обрезаем и осторожно опаливаем над огнем, чтобы ничего не распускалось. Вышивки лентами красиво смотрятся, когда есть несколько оттенков цвета. Второй ряд лепестков вышьем лентой малинового цвета. Шьем также прямыми стежками. Конечно же, есть множество самых разных швов и приемов работы с лентами. На моем канале есть плейлист, можете посмотреть его. Но для таких утилитарных вещей, которыми пользуемся постоянно, достаточно и самых основных швов. Поверьте, с такими красивыми вещичками вы сразу же будете выделяться из толпы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот теперь свободное пространство можно просто зашить зелеными листьями. Сначала пройдемся лентой темно-зеленого цвета, а потом добавим и яркий зеленый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Серединки цветочков. Мы их сделаем из кусочков ленты длиной 3-4 см. А полим оба ее края над огнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытыкаем ее в нужном месте, закрепляем, а затем нанизываем на нее этот кусочек ленты. Собираем гармошкой зигзагом. Хорошо закрепляем. Помним, что у нас всегда найдутся любопытные пальчики, которые захотят проверить, хорошо ли вы закрепили. Вот теперь, по желанию, можно добавить еще элементы. У меня это мелкие желтые розочки и бисер. Для бисера нужна особенная, очень тонкая игла. Она так и называется для бисера. Дальше заготовку складываем пополам, совмещаем края и закалываем булавочками. Вот этот шов можно прошить на швейной машинке, а можно и просто вручную. После этого определимся с верхней частью. И аккуратно, потайными стежками, чтоб их не было видно на лицевой стороне, пришьем этот подгиб. Получившийся мешочек выворачиваем, расправляем и поправляем углы. А застежку сделать очень просто. В верхней части делаем небольшие надрезы. По две с каждого бока. Режем только один слой ткани. Дальше нам нужен простой вязальный крючок. И еще готовим два отрезка ленты длиной 45 сантиметров. Концы лент надо предварительно ополить. С помощью крючка протягиваем ленту в верхнюю подогнутую часть нашего чехла. Вот здесь старайтесь не запутаться. Два конца одной ленты должны оказаться на одной стороне, а два конца другой ленты с другого края. Обязательно свяжите концы вместе. Получается интересная конструкция. Когда мы тянем за ленты с двух сторон одновременно, мешочек закрывается. Пользоваться таким чехольчиком-сумочкой очень удобно. Положили телефон, затянули, повесили на запястье и пошли. Надо ответить на звонок. Легко открыли чехол и достали телефон. Кстати, в дамской сумке его очень легко отыскать на ощупь. Такая приятная бархатная вещица. Можно его использовать и в качестве театральной сумочки. Телефон, банковская карточка, платочек. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!